Воронежской епархии завершилась традиционная неделя добра и милосердия, цель которой – оказание помощи детям, страдающим тяжелыми онкологическими заболеваниями. Одним из мероприятий и акции стал благотворительный аукцион, который прошел в областном центре реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. Парус надежды. И стартовая цена, салфетки, которые выглублены руками уникального ребенка, всего лишь 10 тысяч. 10 тысяч раз, 10 тысяч два – первые слова, которые приходят на ум любому, кто хоть раз слышал об аукционах. Первоначальная цена добровольно повышается потенциальными покупателями в несколько раз. И вот уже вышитая салфетка или картина стоят как подлинное произведение искусства. Некоторые лоты были созданы детьми-инвалидами центра Парус надежды. Также одним из лотов стало эксклюзивное подарочное иллюстрированное издание двухтомника «Закон Божий», предоставленное митрополитом Воронежским и Лискинским Сергием. Сегодняшний вечер, сегодняшний аукцион, поверьте, что он жизненно необходим. Необходим и нам с вами, потому что мы проявляем заботу о людях. Поверьте, каждый человек, который свое поколение не пожалел, а унес, он получит по сто крат. Воронежский центр реабилитации проводит комплексную работу и помогает детям и их родителям преодолеть трудности, связанные с различными заболеваниями и особенностями развития. В прошлом году в рамках недели добра и по итогам акции «Белый цветок» в Воронежской области было собрано более 8 миллионов рублей. Все эти средства были направлены на лечение детей от рака. Продолжение следует...